всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и добро пожаловать на обзор варкапа под номером 301 rocket run карта от бага карта старенькая не очень замысловатая роутов не очень много ну вариантов естественно много потому что это rocket spam по факту но естественно мы все миллиард там каких-то не будем рассматривать миллиард ротов способов и так далее просто давайте отмечу так как я играл и вы по 30 м я могу наконец-то за обе физики пояснить я предлагаю вам просто посмотреть карту и пройтись по моментам которые просто иногда руинили рек либо были не очень удобными рекорды мы с вами и в дымках собственно дымки варианты кто как сделал посмотрим в общем то сразу у нас есть ракета здесь у нас рампочка начинать можно как угодно вся карта выполнена в таких достаточно плавных скажем поворотов ну все верно короче острых углов нету в принципе хорошо да и для цпм тоже почти в любой угол можем сохранить даже здесь плавный поворот здесь все плавно за исключением вот этого места но я думаю что это не особо была проблема здесь у нас прямая и вот основной такси который давал как бы жопа боль нам особенно выкутришникам здесь прикол в том что очень много скорости и выпутри никак не завернуть в любом случае врезаешься и отстреливаешься там теряешь с 3000 до полутора грубо говоря есть конечно вариант отстрелиться допустим вот от этой косой стены чтобы попробовать перейти вот сюда здесь мы сохраним больше скорости и у нас будет больше скорости в диаграммальном направлении в этом но в этом случае тогда мы быть можем потерять здесь об эту стену но тут как повезет я делал я просто врезался вроде как я нашел там какую-то свою точку на куда врезаться главное вот не сюда врезаться в эту стену которая тоже плюс-минус в ту сторону в сторону повернута повернута повороченых и делал неплохо ну в общем то здесь дальше здесь бежим пытаемся набрать максимальную скорость которую можем вот здесь тоже интересный момент тоже интересный момент можно значит просто по этой стене как-нибудь отстреливаться отстреливаться здесь у нас как раз вот такой такая щель да что мы отстреливаемся сразу к этой стене прислоняемся и дальше прыгаем но есть куда более интересный вариант и немножко более западный технически мы скимим вот эту вот ну или полу скимим да как то как бы не особо не отстреливаемся вот от этой наклонной пытаемся выбрать также много скорости и отстрелимся вот от этой если мы от нее отстреливаемся то здесь мы можем заскимить и если мы здесь скимим то мы просто по прямой прыгаем ну и здесь собственно ничего такого просто до финиша доходим и все то есть можно сделать но в этом случае вы тогда очень долго на старте летите а скоростью у вас грубо говоря там ну в общем это вроде как не выгодно это фиг словишь и не факт что ты хорошо отстрелишься чтобы не влепиться в эту стену в любом случае 2x на мой взгляд и взгляд димона но пока мы играли на стриме ее в кутре в общем то 2x не особо здесь выгодно это больше понты по крайней мере на этой карте поэтому я просто набирал 1500 перед поворотом здесь прямая здесь естественно нужно стараться по прямой вот так все пропрыгать и врезаться в ту наклонную это конечно в кутре без air control это доставляло очень много роли потому что не всегда хорошо стабильно получается под себяшки внутри по крайней мере у меня потому что я в принципе не очень-то и практикуй внутри второй поворот вот этот иногда где-то вот в этой области по моему вот здесь как раз вот на этом стыке можно застрять резаться и так далее и даже на стриме говорили что типа вот так а что если бы там вот на том повороте сделать вот так я говорю на ком повороте а вот где-то в общем то это что по выку 3 давайте давайте сп сп в принципе все то же самое единство что скорость естественно здесь все по прямой все все то же самое по сути ничего другого не делаешь разве что вот на этом повороте ты можешь сам все вернуть и здесь можно вот так и связать и вот здесь кстати интересный момент казалось бы в цпм ничего страшного да мы можем по этой стене пойти скорости много от статусины там устануться отстрелиться и на финиш с высокой скоростью но есть такой момент который дональд сделал и этот момент упустил хоббс из-за чего он проиграл но об этом собственно по порядку да будем разбираться там можно себе сделать такой спейсинг значит нарочно идти не налево а идти в эту сторону и отстрелиться вот от этой стены если почему именно от этой да если кто-то вдруг пытался заскинуть вот это вот вот этот угол и он отстрелился вот от этой и у него не получалось и он такой бля почему вот давайте я вам объясню потому что это ну очевидно вроде но тем не менее потому что вот это она наклонена уже в ту сторону и мы от нее можем отстрелиться сразу в ту сторону то есть мы не прилипнем и гб сделаем более эффективный чтобы повернуть налево а эта стена она наклонена как бы в другую сторону да то есть если вот это стоит как бы вот так вот да как я смотрю то вот это она собственно в атаке стоит то есть разница да по идее большая в углах поэтому если мы будем отстреливать за атакой то мы просто скорее всего на большой скорости куда-то вот сюда влипнемся конечно при малой скорости это не так имеет значение но когда у вас тут около там не знаю 3000 до 2 с половиной может я уже не помню по скоростям то наклон стены очень имеет значение для отстрела по крайней мере в цп ну вот утрите мы были ну в общем то можно здесь вот этот угол успешно заскимить что дает очень большое преимущество потому что ты опять же идешь не просто облизывая стены да как бы по контуру карта ты просто срезаешь куда говоря поворот что естественно быстрее эффективнее но давайте перейдем к дэмкам вроде ничего такого не было ну выкутрили давайте я еще покажу внутри конечно можно было бы вот эту вот часть заскинуть то есть получалось пару раз что ты здесь летишь на высокой скорости и как-то тебе вот удавалось если тут приземляешься и кидаешь рокет вот прямо тут где-то то ты вот это все скинешь огромным схемом ты это все схемишь сразу сразу улетаешь но у меня это получалось только один раз и можно в принципе стабильно делать этот схем если найти хороший спейсинг в ику-3 как бы и ракеты и хорошие спейсинги еще на такой скорости это очень все как бы нужно затрачивать это все ну как бы это очень энергозатрата так скажем по человеческим ресурсам поэтому в принципе можно было бы просто на большой скорости делать маленький прямо граунд фрейм в ту сторону и отстреливаться дальше от этой стены например это было бы быстрее больше скорости было бы но опять же маленький граунд фрейм на скорости 3000 и чтобы не так много потерять пару раз получалось но это опять же не очень стабильно как говорит дональд это нотка консистент или что-то типа ну а давайте перейдем к дымкам обязательно свою дымку еще покажу конечно же почему бы и нет так начнем с вку-3 вку-3 дымок не очень много в кузлях 59.1 так запись идет все хорошо так кузлях пошел все неплохо ну вот вку-3 у тебя когда нет особо выбора ты обнизуешь стену потому что иначе ты не повернешь ну вот он ракета конечно мимо не милоко ну прижмем не плохо неплохо как бы есть некоторая уверенность в том как он стреляет то есть он понятное дело что не лучшего ракета никогда пока что но и некоторая уверенность есть вообще кузлях мне в последнее время нравится очень хорошие у него демки здесь еще такая карта она именно для быстрого похождения она именно техничная потому что я не заколебался вообще играть 159.1 ну неплохо неплохо хорошо она player country here опять же не пойми кто это нос на этот раз называемых походу ну здесь уже вакет это интереснее да но здесь как такового я так понимаю урока нету то есть старт вообще полностью облизан облизаны были стены пытаются поворачивать как цпм но это так не работает ну пакеты по увереннее не дарался конечно чем у кузлях но тем не менее очень много потерял здесь на повороте и здесь очень много потерял в принципе и еще врезался ну хотя бы даже так и планировал но в целом выглядит это так что человек просто как бы видно что ракеты хорошие да видно что стрелять человек явно умеет но в целом демка выглядит так будто он просто поиграл там 10 минут хоть как-то прошел хоть как пофигу и забил не роутов ничего нет стены по облизывал и хватит ну-ка из японии ээлтис иоунука я буду в голове иоунука я буду в голове я буду в голове Удирать не очень хорошо, но я думаю, что вы можете практичить У меня много скорость здесь У меня есть скорость скорость У меня есть хорошая скорость ты очень хорошо, очень хорошая демо и хорошая техника что я хочу сказать спасибо за демо Nukata 43.5 ну он мне написал же я его на одном из обзоров спрашивал смотрю как он вообще обзор а он мне написал что да я смотрю и собственно почему бы не помню по английски как мне что-то рассказать так ашанзи тоже неплохо тип уже под себя ну как он still watching his review you can anodize how ашанзи he makes underwrapets he just watching forward with some angels he really good you can practice it and it's really powerful it's so powerful super powerful да хорошая демка тоже хорошие подсебяшки хотя иногда они были в молоко но в любом случае на 300 да нуку перебил хотя у Nuki подсебяшки почти были бесполезны но у ашанзи все-таки по скорости немножко побыстрее из-за подсебяшки получилось прогибал 3 место поздравляю тебя 42 и 1 тоже облизывая стену здесь но это не очень видите чек 1 500 это в онлайн но тем не менее хорошая макета отлично только это когда было блин это ты рекорд поставил в кутри 42 1 это ты блин а это давно было да получается ну и варкап до внешней на самом деле ну вон хейс 45 второе место поздравляю тебя хейс на 2 секунды целый перебуд прокидывается но как-то поработать над рунки так сказать тоже тоже обнизилась тема ну хорошее уже хорошее склонение вот этого особенного момента сохранил очень много скорости очень быстро принял прошел и здесь сохранил хорошо под себяшкой даже залетел все все прекрасно но вот эта ракета перед стеной была лишняя потому что тебе нужно было бы отстрелиться ракетой именно в момент касания со стеной а у тебя из-за той ракеты ой еще и тут лишняя ракета была у тебя из-за касания стены без ракеты касания со стеной без ракеты у тебя получилось так что ты какое-то время очень ты как бы приклеился получается к стене и какое-то время с маленькой скоростью ты проходил там да момент участок и только потом отстрелился и в итоге у тебя был не очень хороший спейсинг на дальнейшие ракеты потому что у тебя по факту сдвинулся немного спейсинг из-за того что ты не сразу от стены отсрелился поэтому собственно не очень хорошо дальше получилось не знаю что-то хотел еще сказать но забыл ну ладно ну и я собственно 367 это здесь кинул тоже вот эту примеру хорошо получилось пройти хотя бы мало конечно лучше много скорости здесь саптонил вот я сразу сцены там отстреливаюсь здесь максимально надо сразу к леве истине прижиматься я не почти скинул там и здесь вот стримбер ну а здесь еще просто не пьюши, как себя, отдела техники там надо просто попытаться, не зафейлиться, вот и все так, цпм, цпм демок у нас поболее just the worst, 43-4 не, ну нормально, а что? под себя тоже вариант, особенно если ты не умира в том, что будет пустой, когда ты отстришься от сны, но это естественно медленно, хотя повороты нормальные, по таким общим критериям то есть повороты нормальные, понятно, что не очень верные много всяких дернаний ну вот немножко, да, пошли ну это нормально, нормально, здесь уже просто, да, по идее если ракеты не очень хорошие, выгоднее, конечно, просто с трейфом на одной скорости пролететь, чем набрать там на одном участке 200, а на другом врезаться и прыгать уже там 1500 в целом неплохо, нормально так, Tenine Unseen из беларуса побольше ракет от стен, да но тем не менее, тоже большая часть, судя по всему, находится страйфом, потому что так более стабильно но естественно, я думаю, все понимают, что на ракетранах нужно использовать максимальное, грубо говоря, количество ракет не всегда их нужно как бы выстреливать много но как бы роут какой-то должен быть быстрее страшно да, вот я понимаю, что много ракет кинешь, везде врежешься но это со временем, ничего страшного тоже достаточно плавно, быстро но у тебя вот тайм гораздо лучше, чем у предыдущего твоего оппонента потому что у тебя старт вроде как побыстрее, больше ракет ты заюзал и, собственно, видишь, у тебя больше ракет и ты сделал, собственно, быстрее кузлях 45 так, кутриллический, кутриллический, я вам опять от кузляха повороты, кнопка вперед кузлях, пора уже, пора уже кнопочкой в борт поворачивать ну что такое ну хочешь, давай, приходи на стриму давай я тебе попробую объяснить ты мне расскажешь, что у тебя не получается со спраковыми кнопками а я тебе попробую объяснить ну, если у кого-то есть какие-то вопросы я всегда вроде как не против что-то объяснить, показать на стриме поэтому приходите, если у вас есть вопросы приходите, либо пишите в дискорд но лучше на стриме, потому что на пальцах объяснять тоже такое так, джазгеймер ну, хороший ран, естественно, хороший ран ничего не могу сказать ну, если бы вот поворачивал боковыми, был бы гораздо лучше тайм прям вот, базарю 3084 джазгеймер просто игрок что-то делать ну, как лазерки ну, скажи, смотри, 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 смотри с своим пацанами если ты это смотришь да, нормально уже это фракт человеческий, а не зерго сколько нужно а не зерго с вами катать, например ну, много ракет на все попадают на все эти типы то есть, какие-то там на 300 на 400, да ну, на методе могут быть и на 500 ну, нормальные, ракеты хорошие но лучше, ну, вот это вот как бы про то, да, что лучше много ну, руки в спам, надо спамить ракеты нет, ребят, спамить не надо нужно четко себе по роуту их стрелять ты должен четко понимать какая ракета, где нужна ну, как бы, не совсем так но, ты должен понимать что, где-то я могу отстрелиться, где-то не могу отстрелиться где-то мне не надо отстреливаться, потому что надо отстрелиться по почте там, или раньше еще что-то вот, а джазгеймер просто пытался проспамить карту конечно, он получил как бы неплохой тайм, да 38, но это не совсем вариант лучший вариант если вдруг как сказал T917 быстрее страшно потихонечку на протяжении всей карты накидывайте ракету и держите максимальную скорость на протяжении всей карты это правило ситирокета даже можно так его назвать что вам нужно на протяжении всей карты сохранять скорость на любом ракетране практически но если он более-менее линейный как вот этот например, да ну сохранять и наращивать если вы где-то теряете на ракетране скорость на линейном именно значит вы что-то делаете не так вулканой 36.5 я конечно не знаю но вероятно об этом кто-то не знает не знаю не знаю не знаю не знаю пропустил можно побольше скорости но зато здесь завернул я понимаю что тебе может кажется что это как бы нормально но ты пропустил поворот чуть ли не главный ты его просто не повернул на нем ты просто врезался в стену и всю скорость потерял который после rocket jump над платформой типа посередине карты и ты в конце просто врезался неудачной ракетой на это надо было нажимать килл и без этой хотя бы без этой неудачной ракеты проходить ну ладно дело то твое конечно дэнки то твои таймы то твои волканоид но я же хочу чтоб вы присылали мне хорошие дэнки качественные мистер фокс нифига так синтакс 36.2 огурцы как тебя много здесь скорости побоялся побоялся много полоски побоялся потерять потому что у меня много скорость я хочу сохранить вот это пример сохранения грубо говоря да ну на таком скажем на среднем уровне и вот джаз геймер пример обратного что человек просто спамит по стенам и видите разницу да хотя у джаз геймера явно вроде скорости где-то везде повыше а как там две секунды а вот так на сохраняя скоростью все вы хорошо 35 5 номер бани нермар от уважения конечно много разу лучше но там четыре минуты видимо поиграл и все вот так я по лишней не упустил здесь тоже проигнорировал не очень за все удачно обвязывается тоже в систему это по сути что-то среднее между сохранением скорости и спамом 35 5 ставит так best tricks 8 из питера еще что то я не знаю по 300 по 200 ну хорошее прохождение еще бы более четкое осознавание траектории полета и он бы явно я не знаю может быть вышел бы из 30 в принципе ну и повороты не не игнорировать йоу шаркости 33 8 шарк так стены не уверен шарки не 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 это один из вариантов быстрого прохождения почему бы не нормально мои хорошие ракеты 32,8 мегатрон, сайбер трон кто это? это эдик, да это эдик естественно так бустые подъехали, но опять визование углов не очень хорошо, особенно на старте скорости там не так много, здесь просто поворачивают так, ну это нормально, здесь скорости сохраняем этот поворот опять же генерирует, но тем не менее, он более-менее хорошо сделал, его много скорости здесь хорошо повернул, вот ракета была кстати немного лишняя и здесь, вот по более узкой траектории пройти этот поворот, это хорошая идея но после, так скажем, после как это назвать-то, в общем-то в центре карты, ты там после поворота предпоследнего, так скажем, предфинального ты не там ракету выстрелил, это твоя была большая, самая большая ошибка на этой карте если бы ты выстрелил ракету в наклонную, а не просто в стену и потом врезался в эту наклонную у тебя было бы гораздо больше скорости и лучше траектории присылай один сердику так, так, так сидеть, все идет, все хорошо так, хорошие по-тебяшки, хорошие ракеты вообще все, что это не так, все красиво зачем поменял стену? не игнорируемый поворот зато не так много скорости ну, здесь уже сухо-со, не очень, что у нас много скорости не стоит, так сказать, ломать но немного запоздал с ракетой от стены, там, на финише мог бы выйти из 32, в принципе, если ракету укинул пораньше предпоследнюю, получается а так, очень даже неплохо, очень даже круто 32.0 unnamed player country here мы не знаем, как это возможно, какая-нибудь обмена облизывания углов опять же, это не очень, не правильно не ставьте ну, особенно в CPM, это, в принципе, не очень много скорости здесь сохраняют, не меняют ну, прогменировал, опять же, поворот одну ракету в молоко еще здесь зацепился ну, если ты, конечно, смотришь, я не знаю я не знаю вообще, кто это, но давайте для всех, так сказать, да ну, мне просто не хочется даже комментировать особо какие-то ошибки указывать ну, давайте для всех отметим, что если кто-то внимательно смотрел, что очень торопливо откидывал ракеты, из-за этого они, конечно, контроль хороший у этого человека но ракеты откидывал очень торопливо из-за этого у него каждая ракета давала вместо вместо 400-500 упсов она давала там по 200-300 это, естественно, сказывается на тайме если бы ракеты были более четкие с тем же контролем можно было бы, конечно, в 31 а то и ниже выйти если бы вот Сергейкус постарался чуть лучше то он бы уже и с 32 вышел ну, в принципе, это не очень сложно ну, исходя из демки да, то есть там пару ракет подправить и все, уже 31 31 на 0 карсин карсин не облизывайте все хорошо ГВ с потеряшки наверняка не очень специально но я не буду спорить так не игнорирую поворот стрелять только кнопкой вперед ну, в плане что поворачивать кнопкой вперед подсебяшки не очень хорошие но тем не менее они есть и понимание как там подсебяшки есть плюс-минус и очень быстрая демка еще бы поворачивал кнопочками стрейфа и прям вот просто красавчик нормально очень хорошая демка молодец мистер фокс 35 когда цпмд 2 так тоже облизываем все хорошо на 200 ручек быстрей очень красиво хорошие подсебяшки 2900 после прямой на этой прямой у нас 3600 3800 нормальный сохранил 3000 тоже поворот не игнорируем на 800 после поворота очень неудачная вот эта была ракета тоже ранняя ракета на этой повороте как и ледика так самая ошибка и на финише тоже была немножко поторопился с ракетой ты получается заскинул стену а скорости почти не получил потому что ты сначала получается выстрелил ракету а потом только по сути врезался в стену заскинул ее и вкупе с поворотом ты потерял только скорость а не получил ее поэтому ну ошибки есть но пройдены конечно быстро нормально молодец гнук точка 28.2 3 1 так стены уже не объявили это достаточно хорошая скорость очень 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 поменял стену немного потерял на этом скорость я более чем уверен 3000 сохраняешь аааа нет ну тоже все в порядке здесь блин вообще все в порядке да нигде почти никакой ошибки кроме как смены стены не было нормально блин, ни фига казалось бы да офигеть демка быстро а можно 25 я что так подумал выглядит очень быстро офигеть 27.0, прокипоп на секунду целый быстрый давайте посмотрим возможно 100, надо более оптимизированный допустим так, вот у прокипопа плюс 80, то прокипопа от моего тайма но зачем меня справить есть листья точно в скорости сохраняют 4000 уже здесь очень много поворачивает нормально ну в конце потому что я в скорости потерял но пройдено тоже очень быстро ну то есть решает по сути получается старт и сохранение скорости на второй половине карты ну и спейсинг тоже 26,9 Haze ну вот тоже не очень эффективный урон, хотя кто не знал вариантов очень много очень много скорости меня под себя вообще оптичка 400 по хорошей поворотной здесь тоже все отлично даже спейсинг удачный под стену очень много скорости на финише сохранил прям нормально хостовары 23 место хостовары поздравляю тебя 400 до хокса это я думаю достижение молодец молодец третье место поздравляшки хостовары хостовары а хостовары это кто вообще очень много скорости очень много скорости скорости я смотрю на плейдмейк просто это нигде случайно какой хостовар у нас так затесался очень хорошо очень хорошо очень хорошо заскидывает иди молодец какой хорош просто хорош красава вот это мг вот это да хокс 25.9 много скорости конечно же потерял вроде как на головолоке здесь уже хорошо скимил под себя что по-моему было лишнее на финише хокс немножко потерял хотя выглядит все это очень быстро и эффективно но на финише немного потерял от Дональда давайте посмотрим первое место второе место второе кстати поздравляю тебя хокс не помню сказала наверное не сказал поздравляю хокс красава шли еще 25.7 Дональд из Germany они я удобно я скучу скучу все неплохой старт но можно старт чуть чуть побыстрее много скорости 3700 после 4500 3600 полишняя ракета не совсем мрачная 300 хим вот здесь хим блин а в чем разница просто быстрее что-то я не понял они что-то говорили что у них ну-ка давайте еще раз хокс я прям хочу развиваться на финише сказал дом молодец я не увидел типа незаметно на роут этот ну довольно скорости выше здесь как-то поспорничнее все хотя вот этот момент интересно все видите как такая вроде карта но детально разбирать чеки чтобы понять точно в чем разница потому что блин у обоих быстро и фиг пойми фиг пойми ну давайте я вам свою покажу я поиграл уже после варкапа естественно это не в зачет не идет так бы я конечно же послал где как она бак 73 я сделал 25 и 2 на 500 перевел домом давайте посмотрим у меня вроде . тоже не было не только а а все равно ничего не понятно ну такие вот демки тем не менее детально разбирать мы конечно же не будем такие вот демочки давайте посмотрим бровзер это у нас значит результаты 7 демок вку 320 cpm все молодцы все ребята красавчики хостовары вообще прям порадовал жестко порадовал молодец хэйз у нас теперь в фпс со соболезную ну и собственно все такие вот дела я не знаю сегодня стрим есть нету я вроде как себя не очень хорошо прям чувствую для стрима поэтому чекните на всякий случай естественно подписывайтесь ставьте там колокольчики пишите позитивные комментарии что вуде не прав все это чушь и так далее ну и всем спасибо собственно за просмотр всем удачи и конечно же старайтесь а лучше